МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субботний эфир телеканала Радуга-3 начинает итоговый выпуск новости недели. Здравствуйте! Добрый вечер! С вами Надежда Щепакина и Дмитрий Сруков в начале выпуска. Коротко, а главное. Готовится с лета. На этой неделе состоялось заседание штаба по подготовке ЖКХ к осенне-зимнему периоду. И это уже серьезные суммы. Задолженность некоторых жителей района по оплате коммунальных услуг превышает 150-200 тысяч рублей. Цветущие дворы жителей сел Сок и Павловка очень ответственно подошли к участию в ежегодном конкурсе «Сергевск в цвету». Молодежь без дела не сидит. Волонтеры Дома молодежных организаций помогли жительнице села Сергия с комборки урожая на приусадебном участке. Подготовку к предстоящему отопительному сезону на этой неделе обсуждали коммунальщики с представителями предприятий и организаций муниципалитета. Заседание проходило под председательством заместителя главы Сергьевского района Сергея Савельева. Наступил последний месяц лета и не за горами осень и холодная погода. До официального начала отопительного сезона остается ровно два месяца. Подойти к нему муниципалитет должен, что называется, во всеоружии, без серьезных проблем. О том, как проходит подготовка организации ЖКХ к предстоящим холодам, рассказал Андрей Палаумов. Генеральный директор сервисной коммунальной компании сообщил, что на сегодняшний день на 67 котельных проводится техническое обслуживание оборудования. Выполняется ревизия и ремонт запорной арматуры, дренажных вентилей, ремонт тепловентиляторов, очистка фильтров, ревизия домососов, набивка сальников, замена задвижек. Произведена ревизия и частичная замена запорной арматуры и труб обвязки. Помимо прочего, ведется замена участков ГВС по улицам Школьная в Суходоле от улицы Победы до улицы Пионерской. Полным ходом идет работа по подготовке многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. Обработаны протоколы собраний жильцов, составлены планы работ, которые в настоящий момент выполняются. Так, за первые шесть месяцев 2016 года были проведены работы по установке 60 пластиковых окон, ремонту 12 подъездов, по ремонту кровли пятиэтажного многоквартирного дома в поселке Суходол. Можно сегодня сказать с уверенностью, что у нас показатели по предыдущему году, по подготовке к отопительному сезону. Сейчас буквально все предприятия читались о своей готовности, сомнений никаких нет. Но, конечно, есть отдельные вопросы, которые мы уже должны рассмотреть на отдельных комиссиях. Выйти на место, посмотреть пути решения. Можно сказать, что у нас срок буквально остается два месяца. И за это время мы должны отрешать все проблемы, которые на сегодняшний день имеют сомнения. Установленный срок, то, что у нас планируется с 1 октября, плюс-минус сколько-то дней, в зависимости от погодных условий, мы подадим нашему населению тепло. Валентина Поликарпова, Александр Жуков для информационной службы телекомпании «Радуга-3». В четверг на стадионе «Алим» состоялись соревнования для работников учреждений социального обслуживания под названием «Спорт и Волга. Здоровье надолго». Сергеевский район уже во второй раз принимает столь масштабные областные старты. На сей раз принимали в них участие 10 команд, представляющие территориальные круга и Министерство социально-демографической и семейной политики. Мы команда «Просто класс! Обыграем всех сейчас!» Болельщики готовы, ведущие на сцене. Да и главных действующих лиц долго ждать не пришлось. Едва звучали фанфары, возвещающие об открытии соревнований, как команды вышли на главную площадку Суходольского стадиона. 10 коллективов, состоящих из соцработников территориальных округов, а также специалистов Министерства социально-демографической и семейной политики. Они здесь, чтобы доказать, что умеют не только усердно работать, но и активно отдыхать. Я хочу поблагодарить вас за человечность, за доброе отношение к тем людям, о которых вы заботитесь. Я хочу поблагодарить вас за спокойные, ровные, дружеские отношения в ваших коллективах и хочу пожелать всем вашим руководителям мудрости, профессионализма и выдержки в решении сложных проблем. Слова приветствия звучали с трибуны. Церемония открытия продолжилась выступлением танцевальных коллективов, масштабным флешмобом, а также зажигательной зарядкой. Ничего не затянуто, все сделано, чтобы каждый почувствовал себя, как говорится, участником процесса. Данные спартакиада в Суходоле проводятся уже во второй раз. Предыдущая была в 2016-м. В министерстве заявляют, выбором проведения столь масштабного мероприятия довольны. Все службы нам помогают. Вы видите, что сейчас работают здесь и культура, и спортивные организации, поэтому нам здесь очень комфортно. Но, конечно, будем думать, где еще проводить такие мероприятия, для того, чтобы как можно больше людей вовлекать. После теплых слов и ярких танцев пора переходить к делу. Всего команда ожидала 9 различных конкурсов, где нужно было продемонстрировать и силу, и ловкость, и стойкость духа, и, конечно же, командную работу. Я думаю, что мы неоднократно уже доказывали, что мы быстрее всех бегаем, быстрее всех находим нестандартное решение. И сегодня, я думаю, каждая команда, помимо спортивных достижений, еще больше сплотится. За перетягиванием каната следовали веселые старты, командная эстафета, бег в так называемых памперсах, летние лыжи, которые дались всем нелегко, и гольф. Каждый конкурс вызывал у участников бурю неподдельных эмоций. Соревнования очень интересные, мне все здесь нравится. Атмосфера вот позитива, хорошего настроения. Не скучали естественные трибуны. Здесь каждый округ подготовил свою внушительную группу поддержки. Яркие костюмы, колоритные персонажи, которые могли легко конкурировать с болельщиками прошедшего чемпионата мира. В течение двух часов трибуны стадиона «Олимп» напоминали бурлящий котел. Болеем, кричим, пищим, пищим. Фотографируем. Да, фотографируем. Испытание за испытанием, конкурс за конкурсом. 120 минут напряженной борьбы позади. Финальным же аккордом стал гимнастический конкурс, где команды демонстрировали фигуры. Некоторые, так или иначе, были связаны со столетием социальной службы губернии. В итоге победителями стали все. Какая-то команда была признана самой ловкой, другая – самой быстрой. Участников ожидали 10 памятных наград от Министерства социально-демографической семейной политики. А вот организаторы со стороны спортивного комплекса «Олимп» определили тройку победителей. Исходя из результатов конкурсов, сильнейшей стала команда юго-западного округа. Дмитрий Сурков, служба новости телеканала «Радуга-3». Кровщик, кровщик! В конце минувшей недели на полях Сергеевского района стартовала уборочная кампания. По словам аграриев, урожайность в этом году будет немного ниже, чем в прошлом. Однако качество зерна, по их словам, значительно выше. Поспособствовали этому солнце и вовремя прошедшие дожди. Подошло время убирать зерновые культуры. Одной из первых приступила к жатве компания «Биатон» в Сергеевское подразделение. Здесь и парк современной техники довольно внушительный, и проблем с кадрами нет, что позволит в оптимально сжатые сроки провести уборочную страду. Фронт работ немалый. «На территории Северского района у нас 37 тысяч с небольшим. 37 тысяч гектар земли. Это у нас тут три подразделения «Биатона». Порядка 19 тысяч гектар у нас зимым клином занято. Урожайность. Но если в среднем брать, то где-то от 30 до 45 по всем полям. Ставка у нас все та же. Это озимка, озимая пшеница, значит, ячмень, гречиха, подсолнечник, горох, кукуруза. В основном такие вот. Полноценно, можно сказать, вышли в поля 27 июля. Прогнозы на урожай в этом году довольно неплохие. 30-35 сантиметров с гектара. И если в том году практически все зерно было фуражное, в этом только 3-4 класса. Урожайность меньше, зато качество выше в этом сезоне. Сегодня аграрии пришли к тому, что используют современные технологии не только в ходе возделывания сельхозкультур, но и на последующих стадиях производственного процесса. В результате уменьшилась зависимость от неблаговриятных погодных факторов, снизились потери и улучшилось качество продукции полей. Вовремя посеяли, перед этим вносили удобрения, по весне вносили. Потом обрабатывали гербицидами, так как у нас глубокое рыхление идет, все семена на поверхности остаются, необходима химия. Потом обрабатывали на качество урожая, это в период молочной спелости начало. Ну и дождались уборки. Хорошее настроение у агронома, это сразу заметно, светящиеся радостью глаза выдают. Евгений – молодой специалист с высшим образованием. С уверенностью говорят, что дней за 20, а зимку уберут. Ведь в поля вышло 10 комбайнов, причем два из них новенькие, приобретенные в прошлом году. Еще один комбайн на обкосе, трактора на опашке, ну и автомобили на вывозе. Следом, после уборки, не откладывая в долгий ящик, поле вспашут. Зевать нет времени, площади довольно большие. Нам вот до 15 августа нужно всю азимку и, можно сказать, весь яровой клин почти, там, горох, ячмень, это все спахать. Спахать либо глубоких рыхлителем обработать, частично, может, что-то задискуем. Виды неплохие в этом году ячменя, на ячмене виды, значит, хорошие. Сейчас вот, как сейчас он находит, в каком состоянии, это где-то 30-35 центнеров. Как подойдем к уборке, будет видно. Дождик под налив хороший попал. Так же, как вот качество, почему зерна хорошее, солнышко, и под налив зерна попал здесь хороший дождик. На фоне уборочной не стоит на месте другая работа. Пары уже подготовлены к обработке. Буквально пару дней назад компания запаслась удобрениями, подсев азимового клина 2019 года. Земля уже трижды обработана гербицидами. Наряду с этим в этом году биатон ввел в оборот еще 2000 гектар необрабатываемых земель. Надежда Щипакина, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3». Впервые представители молодого поколения Сергеевского района стали участниками масштабного молодежного форума «Иволга». Он уже в шестой раз проводится на территории Самарской области. Ребята, студенты Сергеевского губернского техникума отправились на форум не просто ради интереса. На судэкспертной комиссии они представили свой проект. Около 2000 молодых талантливых людей в возрасте от 18 до 30 лет со всех регионов Поволжья, а также Китайской Народной Республики. Насыщенная программа. В очередной раз на территории Мострюковских озер прошел молодежный форум «Иволга». Для студентов Сергеевского губернского техникума это важный и очень положительный опыт. В своем проекте они ставят задачу решить одну из главных проблем молодежи – жизнь на селе. Проект подразумевает создание творческой площадки, мобильной, которая будет у нас передвигаться по району в разные села, на периферию, с целью, чтобы провести профориентацию для населения, для родителей, для студентов, а также включение самого населения к участию и проявлению своих творческих инициатив. Всех участников распределили на 9 смен в зависимости от темы направления работ. Проект наших талантливых земляков был отобран в Лигу труда и дошел до финального этапа. Однако грантовую поддержку в этом году, к сожалению, получить не удалось. Однако на достигнутом ни ребята, ни их куратор не останавливаются. Показали, что мы можем писать социальные проекты, можем заинтересовывать идеями. Мы хотим его еще доработать, потому что там у нас прошли занятия. Эксперты, которые рассказали специфику создания социальных проектов, узнали, как лучше это делать. Будем идти к своей цели, будем стараться выигрывать. Это очень важно. Победа для молодого поколения очень важна. Поэтому будем брать свое. Сегодня заключительный день пребывания на форуме. И уже завтра Иволга будет официально закрыта. Ну а пока у ребят есть год, чтобы доработать свой проект и попытать свои силы в следующем году. Валентина Поликарпова, Дмитрий Сурков, Александр Жуков. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Сотрудники абонентского отдела ОСКК совместно с судебными приставами Сергьевского района на этой неделе провели рейд по злостным неплательщикам за услуги жилищно-коммунального хозяйства. В течение дня было проверено более 20 адресов. Задолженность некоторых граждан превышает 100 и более тысяч рублей. Наверняка каждый сталкивался с проблемой своевременной оплаты за услуги ЖКХ. Стоит только пропустить один месяц, и уже следующий квиток ощутимо бьет по карману. Если забыть и про него, то уже после третьего вам придет извещение из абонентского отдела, после которого следующим шагом может стать визит судебных приставов. А они могут забрать у вас телевизор, телефон, диван. Согласитесь, перспектива отнюдь не радужная. А вот для нескольких десятков жителей нашего района это уже даже не перспектива, а реальность. И визит подобных гостей – мера хоть и вынужденная, но необходимая. Оповещаем должников. Если никаких нету добровольных платежей, то выезжаем по адресу, совершаем акт описи ареста имущества. Желательно у нас происходит это с изъятием. Должники так больше мотивированы к оплате потом. Никакого воображения не хватает, чтобы представить ту сумму, которую должно население нашего района за услуги ЖКХ. Это ни много ни мало, почти 37 миллионов рублей. На взыскание задолженности в судебном порядке направлено 229 исковых заявлений. И здесь общая сумма также впечатляет. Уже вместе с теми делами, которые находятся в суде, это порядка 18 миллионов. То есть еще на 8 миллионов в ближайшем будущем нам с судебными пристами работать и работать. Мотивы неуплаты могут быть разными. Кто-то лишился работы и не имеет средств, а кто-то эти самые средства пускает на что угодно, только не на то, чтобы заплатить за ЖКХ. И еще, что должники делают с большой охотой, так это не открывают дверь ни специалистам абонентского отдела, ни судебным приставам. В этом случае визит заканчивается вот такой бумагой. Вообще же большинство так называемых клиентов, к которым стучались приставы и коммунальщики, имели огромные по меркам обывателя суммы задолженностей. 100, 150 и даже 200 тысяч рублей. Они не платят годами и даже десятилетиями. И никаким визитом их не напугать. Вы мне сначала вот с прокуратуры принесите бумагу. Есть решение суда. А у меня есть решение суда, которое выдано. Сейчас даже скажу, когда оно выдано. Раз мы восхудили в январе 17-го года, у меня у моего ничего нет. Жительница Суходола оказалась из немногих, кто открыл приставам дверь. Средств к существованию, по ее словам, она не имеет. Зато есть 8 кошек. Запах в подъезде стоит невыносимый. Долг порядка 159 тысяч. В среднем это не оплата порядка 5 лет. Судебное решение январь 17-го года. Соответственно, сейчас 18-1,5 года это еще больше. И человек никак не хочет ни оформлять ни субсидии, ни идти на контакт. Просто много слов и нету дела никакого. Я с пенсией буду платить, я не отказываюсь, я сказала. А пенсию я не могу оформить. Так что вот такие пирожные. Сейчас описали дверь. И должник не имеет права с ней ничего сделать, ни продать, ни подарить, ни испортить. Если описывать нечего, то мы выручаем требования. То есть требования выполнены. Значит, опять же, это протокол административный, который опять же это деньги. Рейд специалистов абонентского отдела судебных приставов длился весь день. За этот период посетили более 20 адресов в Суходоле и Сургуте. И все же дело, хоть и медленно, но движется. Так, по состоянию на 26 июля судебными приставами взыскана задолженность на сумму 4 млн 287 тысяч рублей. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Цветущие клумбы, причудливые композиции. В самом разгаре в Сергеевском районе традиционный конкурс «Сергеевск в цвету». Фантазиям участников можно просто позавидовать. Обыкновенным высаживанием цветов они уже не ограничиваются. В ход идет все, что попадается под руку. Многим хочется, чтобы родной двор был зелен, чист, уютен, чтобы здесь было красиво и свежо. Жители поселка Сок не просто захотели чистоты и красоты. Вышли и сделали. Теперь придомовая территория напоминает чей-то очень уютный цветущий полисадник. На месте непонятных металлических конструкций появилась детская площадка. Ухоженные вазоны, клумбы и альпийские горки. Покрышки используем. Все, в общем, не проходим мимо бросового материала. Рассада, в общем, кто что мог из дома. Николай Веньминович поставляет нам рассаду. Ну, жители тоже кто что может. Все, вот в общем, больше однолетники пока. Есть еще задумки на будущее, но это пока у нас задумки в планах. Во всех этих преобразованиях главную роль сыграли сами жители. Обратились к главе поселения. Он выслушал все просьбы, пообещал и помог. Теперь радует глаз не только придомовая территория, но и места, отведенные под сбор твердых бытовых отходов. Контейнерные площадки, причем все, что есть в селе, просто пример для подражания. Там, где были помойки, сейчас благоухают цветы. Хочется, чтобы поселок не просто существовал, но и благоустраивался. А вот один из частных дворок, все в том же соку, похож на волшебный. Композиции из так называемого бросового материала выполнены в виде сюжетов из известных сказок, герои которых всем знакомы. В тени фруктового дерева притаилась баба яга, чуть поодаль и избушка на курьих ножках. Рядышком девочка в косынке. Над ней тебе, пожалуйста, и гуси, и лебеди. Здесь же павлины всех цветов радуги. Ну и, конечно, море разноцветий. Мастерица-затейница всей этой красоты – Мария Ивановна Трошкина. Где-то подгляжу в журнале, где-то сама маленько соображу, что надо вот так, ну так в конце концов, вот чего-то и получится. Я люблю все не единичное, а как композицию создать. Вот два-три предмета – уже композиция. Вот так мне нравится. Цветочки – это же моя жизнь, моя любовь, мой отдых, мой труд. Не отстают от соседей и жителей Павловки. Еще один позитивный пример благоустройства улиц своими силами. И здесь в полном порядке и чистоте контейнерной площадки, около которых огромные клумбы с цветами. Хотя совсем недавно село пребывало в упадке. Население разъезжалось, единственной достопримечательностью была старая церковь. Женщины собрались, поговорили, заставили нас мужуково-то камни привезти, и вот начали мы пока этим делать заняться. Не знаю, что получится, но я думаю, что с такими людьми, как в нашей деревне проживает, мы должны с этим справиться. Рассаду цветов выращивали сами, уход и полив тоже за местными жителями. И такая работа им только в радость. Настроение повышается, вокруг становится чище. В планах на следующий год эту красоту только приумножить. Надежда Щипакина, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3». Серьевские волонтеры в очередной раз доказали, что могут не только принимать участие в различных мероприятиях, но и оказывать адресную помощь тем, кто в ней нуждается. В понедельник утром молодежь Дома молодежных организаций помогла бабушке из села Сергеевск управиться с урожаем на приусадебном участке. Первую ягоду беру, на вторую смотрю, следующую примечаю, и никакая четвертая не мерещится. Только так и не иначе, засучив рукава и полностью погрузившись в процесс. В понедельник ребята, волонтеры Дома молодежных организаций, усердно работали на приусадебном участке жительницы Сергеевска, Мининой Любови Васильевны. Мы сегодня помогаем бабушке собирать урожай, вешню, красную смородину. А помимо этого еще и ежевика. Проще говоря, все, что уже дало свои плоды. Но в силу возраста и здоровья хозяйка, к сожалению, убрать сама не в состоянии. Любови Васильевне уже скоро 70. Передвигается с трудом, но за родной огород болеет, как говорится, всей душой. Говорит, жалко, ягоды пропадают, вот и обратилась за помощью. Бабушка Любови Васильевна обратилась к нам сама с просьбой помочь. Может быть, где-то в СМИ узнала, что у нас есть волонтеры в районе. И, соответственно, обратилась к специалисту, который занимается деятельностью с волонтерами. И волонтеры, соответственно, были направлены к бабушке на помощь, на сбор урожая. Тут немножко расчистим участок. В общем, постараемся помочь. Если дальше так пойдет, может быть, возьмем шествую. Но это в перспективе. Пока же главное на повестке дня собрать вишню, смородину, ежевику, это оказалось нелегкой задачей. Колючки, заросли постоянно мешали ребятам выполнять работу. Много сухих веток, которые мешают пройти. А еще есть препятствия, потому что все ягоды, вот вишня, она находится наверху. Тем не менее, волонтеры с поставленной задачей справились. И огород прибрали, и урожай оставшийся разложили по ведеркам. Любовь Васильевна довольна, о волонтерах отзывается исключительно с добротой. Признается, сама в молодости была частью этого движения. Тогда она называлась Тимуровским. Это хорошо, это здорово. Мы ведь тоже когда-то, когда учились, мы тоже ходили, помогали пенсионерам. И в воскресенье идем в библиотеку, какие им книги надо, все выписали, несем по домам. Тимуровцы тогда, волонтеры сейчас, а от смены названия суть самого движения не меняется. Главная цель – нести доброту и заботу, помогать нуждающимся. Преемственность поколений, помощь людям пожилым, в их нелегкой жизни порой. Застающее поколение, общаясь с более старшими жителями района, перенимает их опыт, набирается какого-то житейской мудрости, учится доброте, сочувствию. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Третий год подряд в последнее воскресенье июля они собираются все вместе, чтобы отметить свой праздник – День военно-морского флота. Минувшие выходные также не стали исключением. У памятника морякам в парке городского поселения Суходол снова было многолюдно. Дай, 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 Радуга! Матросы, мичманы, офицеры, адмиралы. Люди, познавшие опасность и романтику моря. Все они собрались 29 июля, чтобы почтить память военных моряков. По традиции, местом встречи стал Суходольский парк. Поздравить моряков и посмотреть на праздник пришло более сотни жителей. Среди них и почетные гости. Передать огромный привет от главы муниципального района Сирийский Алексея Александровича Веселова со словами поздравления ваш прекрасный праздник, профессиональный праздник моряков. Пожелать вам самое главное – это здоровье. Оставаться всегда в строю такими же энергичными, боевыми, действенными. Поэтому хотелось бы еще и от нашего центра, общественных организаций нашего муниципального района поздравить от других организаций с вашим профессиональным праздником. Поблагодарить за то, что есть такая традиция вами рожденная в нашем муниципальном районе. Рядом с виновниками торжества – дети и внуки. Они смотрят восхищенными глазами на красивых отцов и дедов в форме, говорят им свои пожелания. Но в этот день звучали поздравления не только от родных и близких. Напутственные слова собравшиеся услышали от тех, кто знает ВМФ не понаслышке – ветеранов военно-морского флота. Поздравляю вас с праздником военно-морского флота. Желаю всем здоровья, счастья, удачи и выполнения всех планов, которые вы себе запланировали. Всего вам доброго, вам и всем вашим близким. Ура! Российская армия всегда славилась военно-морским флотом – лучшими солдатами, хранителями мира, стоящими на страже морских границ. Но эта служба далеко не простая. Это отрыв от родной земли, жизнь на воде. Службу на военных кораблях помнят всегда. Это настоящая дружба военная на корабле, настоящий дом, где ваша была семья. Поэтому разрешите мне от имени военного комиссара полковника Зархина поздравить вас с праздником Днем военно-морского флота, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, благополучия в семье и мирного неба. Торжественная часть мероприятия окончилась с возложением цветов, после чего для всех присутствующих состоялся концерт группы «Старый корабль». День военно-морского флота празднуется в Сергиевском районе ежегодно. Не случайно местом празднования выбран Суходольский парк. Именно здесь располагается памятник морякам за веру и правду, мужество и стойкость на боевой службе Отечеству. Он был открыт в 2016 году. Создание и установка его стало возможным благодаря инициативе и средствам моряков запаса Сергиевского района при поддержке районной администрации. Валентина Пликарпова, Надежда Щипагина, Александр Жуков. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Праздник водной стихии был организован в Суходольском парке на прошлой неделе. В пятницу там отметили традиционный День Нептуна. Ребят ждало много игр, конкурсов и танцев. Ну а изюминкой праздника стало театрализованно костюмированное представление. Он властитель морей, но чрезвычайно ленив и очень любит поспать. Если его заставить подняться с любимого ложа, то может нагнать гнев и бурю. Хотя в реальности он добр, безобиден и очень любит детей. Таким предстал великий Нептун перед ребятами, собравшимися в минувшую пятницу в Суходольском парке. Там для малышей был организован ежегодный праздник, посвященный Дню Нептуна. Это праздничная конкурсная игровая программа с элементами театрализации, где будут присутствовать, естественно, такие сказочные персонажи, как сам повелитель морей Нептун. Также будут и русалочки, также будут и водяные, и многие-многие морские персонажи. Главными организаторами детского мероприятия стали специалисты Дома культуры нефтяник городского поселения Суходол. Они составили развлекательную программу, продумали отличное музыкальное сопровождение. Им помогали волонтеры, учащиеся из суходольских школ и студенты. Та активная молодежь, которую уговаривать, как говорится, не надо. Помогаю, наверное, уже как года три. Ну, как позовут, так я за, только за все. Нравится быть волонтером, ну, наверное, потому что работа больше с детьми. Нравится помогать людям. По сценарию праздника главный герой Нептун ленив и неповоротлив. Чтобы разбудить деда, пришлось потрудиться его маленьким внучкам. Однако, если Нептун проснулся, то игры и танцы идут не переставая. Дети возили хоровод, даже танцевали под ритмы ламбады, приняли участие в развлекательных конкурсах и викторинах. Каждый из ребят мог здесь найти что-то свое. Малыши бросались в пляс, ребята постарше демонстрировали знания, отвечая на загадки. Довольными были все и дети, и взрослые. Все очень понравилось, спасибо организаторам. Нефтяник, как всегда, радует нас прекрасным праздником для детей. Это очень здорово. Все замечательно. И детям весело. Побольше бы таких? Побольше бы. Особенно для детей. Суходольский дом культуры «Нефтяник» в летний каникулярный период проводит всевозможные мероприятия практически еженедельно. На начало осени еще месяц, а значит детвора, придя в дом культуры или Суходольский парк, скучать точно не будет. В основной своей массе это, конечно, кинопоказы. Также у нас бывают дискотечные праздничные конкурсные игровые программы на территории ДК. Ну и в парковой зоне. Хотелось бы, конечно, почаще, но в связи с тем, что погода у нас очень жаркая, и вот видите, мероприятие такое проводим в вечернее время, потому что, чтобы немножечко хотя бы было попрохладнее, ребятишкам было комфортно сегодня играть. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Продолжит выпуск «Новости губернии», и мы передаем слово нашим областным коллегам. Две тысячи участников, как одна команда. Они живут здесь ровно неделю, но говорят ощущение, что заехали вчера. Здесь день пролетает незаметно. Нет лекций в чистом виде, всегда выстроен открытый диалог. Лидия Кондлевская, студентка Института культуры, но участвует в смене «Ты предприниматель». Девушка признается, одна из главных ценностей «Иволги» это почетные гости. У них есть чему поучиться. Здесь большое количество спикеров, которые просто в концентрированном виде передают свои знания, навыки, свой опыт. И это очень важно, это очень ценно. Для меня это была в первую очередь важная передача знаний, навыков и опыта. Вообще у меня сегодня день рождения, и я поэтому пришла в этот день на встречу с Дмитрием Игоревичем, потому что он очень замечательный лидер, за которым хочется идти. Глава региона на форуме уже не в первый раз. Это касается и этой «Иволги». Сегодня на встрече с участниками Дмитрий Азаров призвал к совместной работе. Сейчас разрабатывается стратегия развития области. Она должна охватывать все сферы жизни, и чем больше людей примут участие в обсуждении, тем выше шанс на ее работоспособность. Я очень надеюсь, что вы в этой работе мне поможете, поскольку я точно один не справлюсь. И даже с командой замечательных коллег, которые работают, и в правительстве, в экспертных организациях тоже. Поскольку если мы при выборе цели не будем основываться на мнении людей, на мнении людей разного возраста, разных поколений, разных профессий и специальностей, почти наверняка мы допустим ошибку. Во всяком случае, вероятность такой ошибки и выбора ложной цели будет гораздо выше, чем после такого широкого обсуждения. Участники – это молодые люди, прошедшие жесткий отбор. Из 12 тысяч заявок выбрали 2 тысячи. Они здесь все со своими проектами и предложениями, как улучшить жизнь. Алена Буйлова борется за победу в смене наук и образования. Девушка со своей подругой разработали приложение, которое направлено на повышение внимания к науке. Ведь именно наука, говорит Алена, «Двигатель прогресса». Это мобильное приложение, которое, основываясь на потребностях, предлагает различные досуговые мероприятия, именно связанные с какой-то наукой. Я думаю, проект достаточно конкурентоспособный. Я со своей напарницей очень тщательно подготовилась. То есть мы провели и аналитическую деятельность, и тщательно разработали план самого приложения. Они могут все. И навстречу говорят, что готовы помочь региону. Разговор продолжается около часа. За это время участники задали немало вопросов руководителю области. Я отвечу, когда вернется рог над Волгой в Самару? Я работаю над этим. Я думаю, что мы восстановим рог над Волгой, но уже в каком-то другом виде. Мы, конечно, немножко поменяем. Речь шла и о кадровом резерве. Как не раз подчеркивал руководитель области, главный принцип его составления – это открытость. Говорили о потенциале региона. Вопросы касались даже обманутых дольщиков. Эта проблема в регионе наконец-то стала решаться. Вы в Твиттере очень большая благодарность, активность проявили. И нас, чиновники, реально поднапряглись после этого. Вот сейчас вот конкретная просьба. Вот у меня в Твиттере блокки слова. Дмитрий Игоревич, пожалуйста, можете подписаться на мой Твиттер и репостнуть, чтобы мне администрация отвечала на мой Твиттер. Я вам обещаю, что за мной много активов. Проблемы будут решаться колоссально. Глава региона пообещал и сразу после встречи сделал. На Иволгу Дмитрий Азаров планирует вернуться уже в пятницу. Здесь пройдет официальное закрытие форума. Эксперты выберут лучшие проекты. Они получат гранты. Александр Кобыльсков, Ольга Павловская, Александр Каракулько. Новости губернии. Обгонит ли Россия Германию по ВВП? Возможно ли объединение Министерств финансов и экономического развития? И как создать идеальную команду работников? Эти и другие вопросы задавали участники форума Иволга, министру экономического развития Российской Федерации. Максим Орешкин на форум приехал впервые. За короткое время старался ответить участникам из всех девяти смен. Одна из них – ты предприниматель. Современный предприниматель – это уже не просто человек, который хочет исключительно заработать денег. Это тот человек, который хочет менять жизнь вокруг себя, своими делами, своими новыми продуктами, довольными потребителями, довольными клиентами вокруг себя. Делать жизнь в городе, в стране, в мире на самом деле такой, в которой хотелось бы, чтобы жили ваши дети. Исследования показывают, только 2% россиян рассматривают возможность открыть свой бизнес. Для сравнения, в Турции стать предпринимателями планируют около трети опрошенных, а в Египте – свыше 60%. Как правило, наших соотечественников отпугивает перспектива прогореть, а также высокая ответственность. Участники семинара из 56 регионов России сформировали ряд предложений, которые способны повысить привлекательность бизнеса у населения, совершить революцию в умах. В частности, способна просветительская работа, демонстрация успешных стартапов. Популяризация предпринимательства, наша федеральная программа как раз-таки должна показать каждому гражданину России, что предпринимательство – это не когда что-то сложное, когда производство, когда огромные затраты. Мы должны показать, что не боги горшки обжигают, что это абсолютно разные виды бизнеса, в том числе какие-то маленькие. Например, у Липецкой области есть школьница, которая вместе с бабушкой занимается производством черных и мраморных пельменей. И поставки они делают в том числе в Москву. Одно из предложений – провести в России год предпринимательства. Глава федерального Минэкономразвития идею одобрил, но с оговоркой. Какие мероприятия, в каких регионах, что конкретно. То есть, если детальная программа будет готова, об этом можно будет говорить. Подробно обсудили тему самозанятости. Сейчас разрабатывается комплекс мер, который будет стимулировать граждан, занятых в теневом секторе, регистрировать свою деятельность. В частности, предлагается ввести для них специальные условия кредитования, разработать мобильное приложение, которое упростит и автоматизирует подачу отчетности. В то же время рассматриваются варианты ужесточения наказания для нежелающих работать легально. По оценкам Самарской области, 28% трудоспособного населения занято в теневом бизнесе. Колоссальный пытался вопрос. Мы с начала года эту работу начали вести системно, жестко, все муниципалам поставили задачу. Выявляйте, давайте объяснять, что эти люди фактически препятствуют ведению нормального бизнеса, цивилизованного. Контрольные органы здесь в этом направлении могли бы помочь. Не трогать тех, кто работает в белом, с пониманием подходить, но принципиально жестко относиться к тем, кто ведет этот бизнес не в соответствии с экономистом. Также обсудили меры по повышению эффективности поддержки фермеров, производства и сбыта продукции малого и среднего бизнеса. Очень важно, конечно же, общение между самими регионами, которые могут обсудить друг с другом то, что уже делается, то, что нужно делать, лучшие практики, для того, чтобы все это внедрялось на региональном уровне. Почему здесь была выбрана Самарская область? Ну, это понятно. У нас Самарская область является пилотным субъектом по производительности труда. И здесь работа очень активно налажена. И это очень хороший показатель в области по малому и среднему предпринимательству, особенно у новой команды. Рассмотренные в рамках двухдневного семинара перспективные предложения и инициативы лягут в основу нацпроектов, которые будут приниматься грядущей осенью. Георгий Федоров, Андрей Авдеев, Новости губернии. И таковы были наиболее заметные события уходящей недели. Ну, а мы напоминаем все то, что вы не успели посмотреть в эфире телеканала «Радуга-3» обязательно найдется на нашем официальном сайте. Сегодня с вами были Надежда Щипакина и Дмитрий Сурков. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин